Так как месяц Шауаль совпадает в этом году с месяцем мая, хочу сказать несколько слов по поводу месяца май. Вы, наверное, удивитесь, почему. Потому что, к большому сожалению, именно в мае месяце, к большому сожалению, есть такие мусульмане, которые воздерживаются от сунны пророка, саллиллаху алейхи васаляма, которые воздерживаются, откладывают сунну пророка бракосочетания на другой месяц, объясняя это тем, что месяц май он злополучен. Может ли мусульманин такое сказать? Соответствует ли мусульманину такое поведение и такие высказывания? Конечно же нет. Напротив, еще более опасно, если такое высказывание имеет почву в убеждении мусульманину. Ведь в одном из хадисов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, сказано, что это даже ширк. Почему ширк? Потому что быть убежденным в том, что какой-то месяц способен на что-то, или же там какое-то творение Всевышнего Аллаха может принести злополучие или же благополучие, и быть в этом убежденным, это очень опасно, пагубно для убеждения мусульманина. Такое поведение было присуще язычникам. Язычники, у них было очень много суеверий. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, объявил войну этим суеверием. Своим хадисом, достоверным хадисом, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, поставил, перечеркнул все эти суеверия. Он сказал, то есть перечислил все те суеверия, которым верили язычники того времени. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, сказал, нет им места. Это мы, как мусульмане, не имеем никакого права говорить, что май месяц, он злополучен для создания семьи. Май месяц – это месяц весны. Именно в этот месяц, как никакой другой месяц, это самый уместный месяц для бракосочетания в этом году. Почему именно? Ибо месяц Шауаль. Месяц Шауаль. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, заключал и свои браки. Поэтому, дорогие братья, дорогие сестры, я предостерегаю вас от таких суеверий. И тем более предостерегаю от того, чтобы вы придавали какое-либо значение этим суеверием и строили, откладывали такую сунну пророка, саллиллаху алейхи васаляма, как бракосочетание. Тем более, когда молодые люди нуждаются в своевременном браке, своевременные браки, которые не задерживаются, не затягиваются из-за каких-то адатов, из-за каких-то там материальных запросов и так далее. Это сунна пророка, саллиллаху алейхи васаляма. Не смотрите на эти суеверия, не смотрите на эти месяцы. Старайтесь как можно быстрее ускорить вопросы бракосочетания ваших молодых. Да поможет нам Всевышний Аллах в обеих мирах. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.